Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, сказал им «Приняли ли вы святого духа у верового?» Они же сказали ему «Мы даже и не слыхали, есть ли дух святой». Он сказал им «Во что же вы крестились?» Они отвечали «Вояного крещения». Павел сказал «Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них дух святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточили себе и не верили, злословя путь Господний перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величайно было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхмин. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духи, пройдя Македонию и Ахайю, и идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав Македонию двоих и служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто, серебряник именем Дмитрий, сделавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немало число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровернется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида и Фесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осейских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, его собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали, «Велика Артемида и Фесская!» Блеститель же порядка, учивших народ, сказал, «Мужи эфесские! Какой человек не знает, что город Эфесс есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой вы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. По прекращении мятежа, Павел, призвав учеников и подав им наставления, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Еладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Фиров, Вериянин, из филосиникицев, филосиникицев, Аристарх и Секунд, и Гайя Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Трааде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвого. Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал «Не тревожьтесь, ибо душа в нем, ибо душа его в нем». Зайдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока примели живого и немало утешились. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь, сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Аси, то, взяв его, мы прибыли в Мелитину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса. И на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павел рассудил и сменовать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии. Потому он и поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу, со всяким смиренно мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас влюстителями, пастит Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадя в стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы улечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущего назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать славы и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Коз, на другой день в Родос и оттуда по Тару. И, найдя корабль, идущий Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в беду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, и вот тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, просившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Тольмелиаду, в Толемиаду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи дьяконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так, говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так сжажут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господня, за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. После всех дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику в Насону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же выслушав, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Обо уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел завтех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дни очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийский иудей, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо предтем они видели с ним в городе Трофима и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделало стечение народа и схватив Павла, повлекли его вон из храма и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весь, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас взяв воинов и сотников устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник приблизившись взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воина пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало смерть ему. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников? Павел же сказал я иудеянин торсянин гражданин небезосвестного кирикийского города прошу тебя позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил Павел стоя на лестнице дал знак рукой народу и когда сделалось глубокое молчание начал говорить на еврейском языке так молчание